Мы сейчас находимся в Брянске. Здесь есть одно место, которое я просто не смог покорить в прошлом году на Белом Гелике, когда мы ездили в пробег по городам. Ой, советчики, хорош. Разницы никакой нет. Дорогие друзья, то, что там стоял внизу, это нельзя даже передать словами. Это нереально. Вот так. У тебя сжимается все внутри. Это такой адреналин. Это не ГТР даже. И мне не давало покоя этот момент, что я же все-таки мог заехать. Кто-то заехал, а кто-то нет. В принципе, там немногие его смогли покорить. В том числе и я заехал. Короче, мы вернулись сюда с Женей, с Пашей и с ребятами. И мы хотим попробовать преодолеть его. Ну и заодно показать вам очень много чего интересного. Погнали. Ну когда Хасаник начинать будем? Да все, можешь уже колеса вывешивать. На Гелике ты просто выехал на дорогу и уже все считают, что ты Хасаник. А на Крузаке, если Хасаник, все подумают, что просто пенсионер. Друзья, всем привет. Мы находимся в Брянске. Мы попали сюда по приглашению одного человека. Я всегда думал, что вообще в России всего один человек способен испытать свой новый гелик, который стоит 20-25 миллионов рублей на бездорожье. Но оказалось, что это не так. И нас пригласили в Брянск. Человека зовут Роман. У него 63-й новый гелик. Новый 63-й гелик. Я не мог просто не приехать сюда с ребятами, чтобы просто попробовать свои силы против нового 63-го. Не важно, там 55-й у меня никакой. Машины идеологически похожи, но здесь спереди нет моста. Хотя когда мы в Москве испытывали 63-й гелик, и это было, да, я был первый, кто в России нормально испытал. Все блогеры, которые это делали, это была имитация, это не Уфрова. И тогда подошел парень и сказал, что старый гелик лучше, потому что он полностью мостовой. Давайте сегодня проверим. Я, допустим, считаю, что это совершенно не так, что новый будет лучше. Ну и к нам в компанию присоединились ребята из Брянска на различных автомобилях. Это и Паджеро, и Рубикон, и новую Ниву. Ниву специально парень купил, вчера поехал, я не знаю, сколько у него там денег, он говорит, я специально куплю Ниву, утоплю, оставлю ее в лесу, а потом мы сбросим точку, и вы ее найдете. Сказал, что будет Ниву топить, и потом купит другую машину, это его первый Уфроу. Так, давайте не буду вас утомлять долгими рассказами. Мы сейчас поедем кататься, и по пути мы уже по ходу движения вам расскажем про каждый автомобиль более подробно. Постоянно. Пока эта группа машин не приехала, я поймал себя на мысли, что новый Гелик стоит дороже, чем все остальные машины на покатушке вместе взятые. Если бы Мишки были пчелами, то они бы нипочем, никогда бы не подумали, так высоко строить дом. Субтитры сделал DimaTorzok Я заехал, он не может заехать. Вот оно, силище нового, 3000-сильного Гелендвагена. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Вот тебе и Рубикон на 37-х колесах. Ну, на грязевой резине по песку очень сложно ехать, он срывает верхний слой, закапывается каждой своей вот этой ламелью, он срезает как экскаватор. Ну что, мы доехали до первой локации, у меня предложение сразу здесь сделать дрэк по две машины. Очень широкий у нас подъем, поэтому будет очень легко это сделать. Так, я хотел бы с каким-нибудь грузаком попробовать. А Нива где? Нива в порядке. Это не серьезные заезды для Нивы. Мы ждем свой час. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще ничего не включал, просто поехал. Ну да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а что сказали, что не заедет никто? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, начинаем. Сначала у нас будут два крузака. Сотка легендарная, легендарный Прада 150. Как обычно, дрэк в гору, а дальше уже как пойдет. Преимущество всей этой грязевой резины просто теряется всегда в сухом куске. Слушай, вот эти вот депутаты староскольские вечно понавешивают себе всяких побрякушек, а потом никуда не еду. Так же, как и владельцы курзаков, когда себе пластмассовый хром нацепляют и потом ездят по городу с важным лицом. Закежь, дай. Че? Закежь. Ну, я же говорю, дернуть, наверное, надо, ну, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь просто, ну, невозможно никому заехать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закежь, давай, назад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зину поставить, обычную, шоссейную, лучше даже стоить. А всего лишь спустить давление, ну, хотя бы до единички. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возраст лишает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жен, давай я на гелике по твоим спектакам проеду, покажу, как надо ездить. Да, надо сейчас колес спустить, попробовать еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как хорошо, что мы все-таки заправили кондиционер, проверили перед поездкой, потому что, ну, в жару невыносимо есть, особенно сейчас перепады погоды. Кстати, в СТО-фильтр, сейчас, если у вас однозонный климат-контроль, можно всего за 1800 рублей обслужить кондер, кондиционер. Закачают масло, там, фреон, все обратно закачают, завакуумируют, все проверят. В СТО-фильтр, кстати, очень удобно. Ты приезжаешь, не заморачиваешься заранее, не заказываешь никакие ни жидкости, ни колодки, ни диски тормозные. Просто приезжаешь, у них по наличию все покупаешь, есть практически на все марки. И все работы тебе делаются бесплатно. Замена масел в ДСГ, там, в автомате, в коробке, в редукторах. Замена тормозухи, охлаждайки, масел в моторе. Муфти Халдекс. И, кстати, в Москве два сервиса работают круглосуточно. СТО-фильтр также есть во многих городах. Вы можете ознакомиться со списком городов, в которых СТО-фильтр присутствует, по ссылке в описании к этому видосу. Если у вас новый автомобиль, и вы переживаете за сохранение гарантии, то СТО-фильтр является сертифицированным сервисом, поэтому не парьтесь по этому вопросу. Надеюсь, я вам помог, а мы погнали дальше. Что-то надоело, этот унылый песок. Поехали все-таки на ту горку, ради которой мы сюда приехали, и сейчас попробуем, заедем мы или нет. Надо-то бомжа найти, чтобы он сказал на камеру, все ехали одинаково. Этот подъем мне не дает покоя уже год. В прошлом году мы здесь катались, и я его не взял. Я на пике встал на белом гелике, и меня дальше лебедкой затянули. Заехало, по-моему, всего две машины, если не ошибаюсь, Defender подготовленный. А что еще? Самурай, по-моему, заехал, маленький. Больше никто не смог эту гору взять. Я, в принципе, был близок к этому, и я хочу это повторить, я хочу заехать. Все-таки я думаю, что гелик может это сделать. Просто тот был турбированным, а этот компрессорный. Компрессор все-таки не помощнее. 475 сил, а там было 540. Тогда говорили, что гелик не может. Вот я взял, я пристрелялся. Я честно рад, гелик все-таки может. Здесь я тогда висел, меня лебедкой затянули, а он может. Илюша тогда в штаны наклал, реально на этом подъеме. А я задал сейчас планочку для Прадика, как он поедет, там внизу стоит. Посмотрим, откуда он будет разгоняться, и как он поедет. Все-таки горка заезжабельна. Пару кнопок, видишь, понажимать, и все, глянь, получилось. Посмотри, какой радостный Антон. И правда, избыток мощности мешал взлететь на эту гору гелику. Значит, черный более проходимый, чем белый. Откуда я? Отсюда разгонялся, да? Да, где-то так. Вот отсюда вот. А, это на нас в повышайке так стартануло, да? Да. А до этого я испендендовал и резко стартану. Да, да. В тот раз песок сухой был, а сейчас вешенку. Я себе поставил самую главную галочку, что я смог его взять. Антон, с защитой бился? Нет. Ждем новый гелик, хочу... Так ты хотел на той горке. Вот это какая-то вообще адская гора. Мне кажется, мы в Дубае. По-моему. На какой? Ну, вот та, которая... Нет, я хотел на эту, я на эту не заехал. А то я не пытался, я что, псих, что ли? Чего на той псих-то? Ну, нафиг, ну, перевернуться у меня вообще не входят в мои планы. Не, не вот та, которая высокая, а вот которая более пологая. А, я на нее залечу легко. Вы же меня больше не пригласите в Брянск. Ты чего? Я же всех проехал. Ой, ой. Надо в любом случае пригласить. Только горки это вот твое любое. Надо в оффроуд. Тут оффроуда больше грязи вот этого. Поедем в оффроуд? Если не поедем, я обижусь. Чтобы у тебя насосало грязи в поддон через сальник. У нас сальник пробило по дороге сюда. Долили 3 литра масла пока ехали. Так что никаких болот сегодня. Так, много болтовни. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, я попробую пристреляться, но я не уверен. Не, 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 надо брать. Ты только не волнуйся, все будет нормально. Да, да. Только не волнуйся. Только защиту оставишь, да? Защита это самое малое, что можно оставить. Ага, защита. А поддон расходник? Так, Нива следующая едет. Давай, бога. Ну и разгонище. Он бы еще 200 разогнался. Да гелик. Глянь, накатывает себе. Это не гелик, да? Накатывает себе, но что-то промахнул. Примерится, чтобы поддон не пробить. А что, в практиках есть поддон? Защита. Надо ему больше разгон дать. У него мотор слабее. Надо уравнять. Гелик, раздевал. О-о-о! Еще чуть-чуть ему назад. Что ты сейчас говорил? Я говорю, чуть-чуть не заехал. Пока он понижает, ты все, просто напрямую. Два метра назад и заедешь. Коврик убери, чтобы газ сильнее нажимался. Красавчик. Сильно. Ну не было оттечка. Вот натаскали мы парня. Так, этот не заедет никогда. Так себе машину. Заехал кто-нибудь? Да, две машины заедут. Я и крутой Бразик. Бразик-то крутой. Пуста, долби! Эти машины тоже две сделают. Я заехал. Да ладно, я не видел. Перезаезжаю. Я не заеду. Я не заеду. Я два вообще не казывал. Гань, он начинает буксовать еще на ровную. Еще пять метров до горы, а он начинает буксовать. Спусти на единицы и ты залетишь. Сто процентов. Не, ему реально надо резину спустить. Не, не, не та резину. Изойдет все равно. В принципе, эта машина для председателей колхозов. Им не нужны горки. Им просто ездить важно. Мы можем ему сто попыток дать, в принципе. У нас время есть. Топливо у него там тьма. Да, он там газа забил. Глави до газа, бензин. Глави до газа, бензин. Ездят с нами в каждый город. Суя ездят. Просто время теряют, деньги теряют. Я не знаю зачем. там надо еще больше газовать теперь вверх когда все опозорятся я триумфуально и триумфуально зайду сюда по правилу байкера байкера упал купил у него лица не попледнял я посмотрю как у него хрестит красавцы наделали дорогу что ниже не опускается а как будет по-армянски паджиро паджиро надо погуглить легко заехал но не высоко стабилизации скорее всего настолько хорошо на прыжке вся инерция теряется а а а а а а Объективно слабый водитель, слабая машина, слабая резина, слабый скилл, только номера хорошие, у тебя кроме номеров вообще ничего нету. Братик же на обычной резине заезжает. Надо выровнять его. Моток вот здесь. Молодец, блокировка. Это получается первый раз на таком мероприятии? Ну да. Как? Почтение. Потрясающе. Ну что, ты после всех заедешь еще раз? Или только по накатанному можно? Ты на Гудвуд подписан? Нет. Новый видосик вышел. Я давно подписан на Гудвуд и, кстати, часто вижу, когда новый видос вышел, я сразу начинаю смотреть, потому что мне эта тема интересна. Она интересна не только для тех, кто только задумывается о строительстве своего дома, но и для тех, кто уже в процессе. А потому что много проблем можно, кстати, избежать, допустим, на чем стоит сэкономить при строительстве, а на чем, например, не стоит, из чего строить дом, как выглядит идеальный семейный дом. Ведущий канал Александр приглашает на канал известных инженеров и архитекторов, где обсуждают важные темы и разбирают ошибки. Зачем нужна вентиляция и какая? Как обслуживать дом? Как выбрать проект дома и кому лучше обратить внимание на типовой дом, а кому на индивидуальный проект? Также Александр очень часто показывает на своем канале коттеджные поселки России. Это Калининград, Новосибирск, Москва. И показывает среднеэтажные застройки. И также Александр показывает, как строится за рубежом. Япония, Норвегия, Финляндия, США. Так что вместе с Александром и его командой вы побываете в самом высоком здании из дерева. Посмотрите нормы строительства в Японии, я гарантирую, вы будете удивлены. Так что тюнить свой автомобиль, ну это не самое крутое занятие, потому что строить и тюнинговать свой дом, свое жилище это гораздо интереснее и гораздо больше пользы ты от этого можешь приобрести. Поэтому переходите по ссылкам в описании, подписывайтесь на канал Goodwood. Смотрите, что вам показывает Александр. Я думаю, что вы будете очень сильно удивлены. Ну и я, допустим, уже, честно, два года подписан на этот канал и не пропускаю ни одного выпуска, потому что это на самом деле интересно. Каждый человек задумывается о своем жилище все равно. Даже если ты в ближайший год не планируешь строиться, ты все равно мечтаешь об этом. Поэтому, чтобы понимать, что это и как, переходите по ссылкам в описании. Подговаривать. Сейчас пока не без этого. Давай заедем, потом поговорим. Друзья, я быстро тебе объясню. Прогревает мосты, раздатки. Вот эти вот штуки надо выбрасывать. Все, М1 стоит у меня. Так, М1, ESP выключено. Да, но он стоит ESP Sport. Пристегнут? Ну все, отлично, поехали. Главное не очкой. Руль прямо двумя руками держи. Поехали. Слабо разборно. Не ровно, не ровно, не ровно, за все держи. Поехали. 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 Газ куда? Он просто просяд. Газ по нажиму. Надо ему Powerful глушитель включить, а то звука нету мощного. Поехали. Все, сломался. Глуши, эвакуировал. Так, заднюю. Не хочет назад ехать. Да ладно? Да. Один ESP. ESP вот он. Ты ее выключал? Да. Вот тебе и новый гелик. У меня, кстати, на белом была такая же проблема. Назад не любил ездить. Так. Идет, едет. Назад. Поехали. 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 Ну, назад просто не едет и все. Нормально сделали немцы, да? Так, давайте наверное... А старый гелик назад едет как хочет. Так. Может препятствовать? Офроуд автовыкуп. Антон там предлагает цены. Пока еще он не начал спускаться. Так, все. Электроники выключил или что? Да. Все, блин. Еще там много электроники. Ну, не сошлись в цене. Или может Антон уже спустился хозяином нового гелика? Ну, мы сейчас не зайдем дальше. Почему? Ну, здесь видишь, нужен разлом хороший. А там бампер близковатый. Я могу попробовать на своем. Я понял. Но ты же помнишь, сколько бампер стоит? Нет, я даже не знаю. Не интересовался. Может быть левее, а не видишь мысли. Нет, ну ровно все прокопано. Ну, если бы ты чуть разогнался прямо на ровно, ты бы залетел. Я думаю, что я что-то разочаровал в моем гелике. Я тоже. Стильная машина, но не для бездорожья. Они все поэтому ездят по городу потихоньку, потому что они ничего не могут. Конечно, экономят топливо. Паркуемся. Камера большая, большой iPad вместо приборной панели. Самый бесполезный Mercedes, да? Да. Но, а то девочки прыгают на ходу. Ладно, что в баню едем? Конечно. Отлично. У него прикольная штука. Он встал, назад не едет на задней передаче. Знаете почему? Потому что парактронники видят сзади препятствия. Нажимают в пол, ничего не происходит. На нейтралке начинает ходить. Вот нам и новый гелик. А я сколько раз просыпался в холодном поту, как я не заехал на это. Галочку поставил сюда. На прятскую крутую горку заехал. Встретишь водителя 150-ки, который едет. Который едет? Это, в принципе, красная книга. Мы тебя берем в команду. Поедешь с нами Ульяна, Саратов и Саван. В общем, съездил и разровнял. Боже, аж не везти. Да он не хочет, я говорю. В смысле, УАЗик сам не хочет. Владимир, УАЗа там настолько эмоционально едет, как форсаж. Мне срочно нужен такой гелик, чтобы я доказал, что он может ехать. Но, увы, мне больше не дают дилеры такие гелики. Боятся. Что за мотор? Андория. Какой? Андория. Это что за? А, это польский. Поляк. Польский? Да. Сам мясо с немцем. Я же сказал заедет, у меня уже глаз наметанный. А нет, тут видишь, он на ямках этих сразу теряется, прыгает синий. Ну да. Так бы нормально пошло. Ребята, до единицы травят и ездят. Ну я вижу, что не поднимается никто. То, что раскопали. Да. Пацаны, не знаю, чего вы тут буксуете. Я прицеп отцепил, ехал на дачу, отцепил. Все. Вопросов нет. Чтоб потом не говорили, что я ехал по накатанному, по ненакатанному. Да, выровняли ровный асфальтик положили. Да, да, да. Ну так обычно и говорят. Ехал по скользкому, ехал по сухому. А меня там внизу на понт берут, пацаны, ты не заедешь, заедешь еще раз. Заехал и первым, и последним. Елик может. Погнали дальше. Меня дети дома ждут, жена, на работу надо в понедельник. Так что... Грязь, грязь. Надо грязь. Куда на твоей Мазде грязь? Ну, Мазда 6 универсал, куда он на ней грязь забрал? За всю историю. Все китайские производители, компостеры, мампостеры, кто угодно, делают копию с этой резины, с американской, с легендарной. Это МТ, знаменитый Гудрич. Вот это единственная резина, которая едет. В принципе, Антон на гелике здесь проехал, считай, место, а он разом на нем заехал. Он же не рад, что меня пригласил сюда. Все отсюда уезжать не заехал. Не, ну два раза попробовал, надо с третьего теперь заезжать. Двести два. А сколько? Двести. Да ты сейчас смонтируешь один и тот же с разных камер и получится двести, как обычно. Я же говорю, как гелики, надо пару кнопочек понажимать и поедет. Вот такую зелененькую кнопочку нажимаешь и все едет. Давление в шинах. Вот он разгонялся так же с накачанных, до середины только доходил. Да уже вверх раздолбили. До этого как раз таки лучше дорога была, чем сейчас. Супи сейчас колесо одно подспустим и заедет. Заехал. Ох разошел. Все, теперь не заедет. Замел за собой следы и все, дальше никто не заедет. Эффектные борзые кадры. Трава опасная, я бьюсь. Женьку так стены. Закрепил. Да вот пару, говорю, кнопочек понажимать и все получится. А вот зелененькая, видишь, такая, под рулевой переключатель. Вот поэтому и заезжайте. Я сам вот туда брошу на коврик. Мусорить же нельзя. Ложи мне ее в ладошку. Чтоб процент заездов к незаездам был чуть поменьше. На сколько раз увеличен. Да, вы понимаете, вот эта штука в ваших крузаках, она лишняя. Вот ее вытаскивать, он начинает ехать. Если человек задается вопросом, стоит ли покупать новую Ниву, я как тот, кто с этим столкнулся, могу какое-то мнение свое сказать на этот счет. Я, например, во внедорожной езде не очень силен, и мне захотелось начать свой путь с новой Нивы 4х4. И по результатам сегодняшнего заезда я могу сделать краткий обзор. Если человек на Ниве ни разу не ездил, а перед покупкой я рекомендую хорошенько на ней покататься. Я не могу сказать, что это автомобиль, который не стоит приобретать. У всех автомобилей есть плюсы и минусы. Но лично я, например, могу сказать, что меня немножко автомобиль подразочаровал. Я ожидал от него большего. Понятно, что от новой машины за 700 тысяч глупо ждать, что это будет Геленваген. Но, тем не менее, я все равно ожидал большего. И два главных недостатка, на которые я обратил бы внимание, это слабый мотор. А за 700 тысяч есть еще другие варианты? Ну вот, например, что я могу сказать про себя. Мне ребята изначально говорили, что нужно купить машину какую-то японку, вложить в нее деньги и кататься. Сейчас я после того, как приобрел новую Ниву, могу сказать, что это действительно так и нужно сделать. Не стоит изобретать велосипед. Если ты хочешь автомобиль для вот таких фрирайдных внедорожных заездов, то нужно именно купить в хорошем состоянии японку, вложить в нее деньги, подготовить и кататься. Нива все-таки с большим натягом претендует на роль такого автомобиля. Если кому-то интересно, то мое мнение, Нива это автомобиль для поездок на рыбалку. Но это мое мнение, еще раз подчеркиваю. Возможно, если провести какие-то серьезные внедоработки, может быть, она и будет показывать лучшие результаты. Но я как человек, который поездил на очень большом количестве автомобилей, ну, садясь в Ниву, мягко говоря, она немножко разочаровывает. Причем первые несколько дней я катался, это было все здорово и весело. А, значит, когда проходит такой небольшой эмоциональный антураж, вот, и ты начинаешь приходить в себя, то я думаю, что те, кто покупал новую Ниву, они со мной согласятся и через какое-то время они ее, наверное, продавали. Скорее всего, возможно, поступлю так же и я, потому что на рыбалку я не ешь. Мы с тобой офигенное место выбрали, видишь, отсюда весь песок дует туда. Чернопестрый брянский банан знаменитый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если, блядь, Прадик грузак тебе бросает вызов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это динамичка? Вроде да. Ты попробуй, я расскажу. У тебя партнер есть? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всегда было интересно, что лучше, Сотка или Прадик. Вот сейчас мы это проверим. Это будет уже... Хотя Прадик там залетел. Вот Нива против Гелика, перетяжки, что лучше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не решил. Самое любимое наше действие перетягивание продик... Сотка? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Делаем ставки? Да какие ставки? Грузак выиграет сотый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты, кстати, пригибайся. Ты, кстати, пригибайся, когда будешь тянуть, потому что можно сутить через салон просто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА мы всегда лежа ездим когда перетягиваться как вы думаете новый елик согласится со старым вот если бы ты был на высоком давлении я бы тебя сдернул теперь опять давление хорошее при давлении победила дружба победит гелик сейчас обоих давай с геликом станем фрадик выиграл одни говорят фрадик другие круза тойота выиграла а сейчас мы попробуем против нового гелик он говорит вырезать я не могу на машине не могу было я за рулем поеду я могу пока спорта пока на сторону за нога соглешь за это время он протаскивает вот то ли с двух педалей там сразу без помощи гелика не смог выиграть вы значит и не смог выиграть иди антону руку а 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 Evet А а а А я что-то когда переставлял, ну смысл на них, тёрт. Ну тяжечку дай, Антон. Нифига тебе яму. Кто вырывает быстрее яму? Раз, два, три, и быстро. Как у нас в асфальте, там уже нормально. Победила от друга. Поехали, ладно, уговорили, грязь. Комментарий для хейтеров. Смотрите, мы все ямы закопали. Грибница не уничтожена, дорога восстановлена. Мирные жители без проблем смогут тут дальше ездить. Правильно, заковыряли, надо заровнять. Брянск, это ж грибная столица России. Смотри, помнишь, Женька врубил стейдж-1 и заехал на гору сразу. А гелик он смог не проиграть только когда стейдж-2 активировал. На самом деле... Видишь, два стейджа у него. После прошлой поездки в Брянск, после того, как главная пара отказалась долго жить, мы сюда залили специальную перфокарту, которая теперь бережет мосты. И залили стейдж-1 и стейдж-2. И теперь гелики рядом даже не стоят. Машина с мусором подъехала, застряла и теперь выгружает мусор, чтобы выехать. Может, спасти ее? Кто сейчас поможет? Егор поможет, сказал, без проблем. Егор? Если я сам туда не везю. Абухан? Чего я? Абухан? Абухан? Абухан еще. Сейчас тут заруба жесткая. Если ты сейчас сядешь, то вам вообще на оффроут меня не будет ехать. Я туда не поеду, тогда я сядь саду. Я сейчас взгляну. Там никого нету и стоит он уже давно. Уже колеса высохшие. Ну что, не будем спасать? Техника тяжелая по следам судя. Подъезжала, короче. Не смогла. Походу, не вытянули. Да, никого нет, водителя нету. Попробовать-то всегда можно. Получается, ехал здесь МАЗ-мусоровоз. И, наверное, не смог, где-то провалился. И, чтобы выехать, пытался вывалить весь мусор уже. Ну, крайняя какая-то ситуация. И трактором его пытались, судя по следам, вытащить. Но не получилось. Вот. Ну, мы здесь, наверное, бессильны будем. Не вы смазан? Мы смазан. А мочь, может, у нас КАМАЗ есть врушен? Нет. Злой. Недоброжелательный. А мусорку что, не можем спасать сейчас? Мусорку будем спасать? Да, водитель понашелся, сказал мне надо. Снимать будет. Такая компания пластилин с жирафом и зеброй. Хочу слепить жирафа и зебру. Катаемся в удовольствии. И поэтому соблюдаем какие-то, хотя бы, правила приличия. Если машина где-то застряла, я не могу. Катаемся в удовольствии. И поэтому соблюдаем какие-то, хотя бы, правила приличия. Если машина где-то застряла, я не знаю, что нас ждет на маршруте, если что-то будет, да. Ну, к примеру, там, застряла Нива. Тянем Ниву сразу не джимником, да, маленьким самураем, а сразу берем максимально там Рубикон, да, чтобы не тратить ничье время. Вытянули, поехали дальше. Может, у нас будет ситуация, когда там гелик моего удовольствия. Динамичка есть, если что. Девятитонная. Берем самую толстую динамичку, цепляем в самой тяжелой машине, быстро вытаскиваем и погнали. Думаю, что еще не нас снимали вы на такие крутые сосиски. Бегите и работайте. А мы с Женькой, а мы с Женькой отдохнем. Пешалка доехать до маршрута. Вижу через грязные окна, что дох вообще прилип уже, вода в салон сейчас пойдет. Вижу через грязные окна. В салон сейчас. Продолжение следует... Субтитры создал Калалли. Субтитры сделал DimaTorzok